Всем привет! Продолжаем смотреть классные фильмы и сегодня у меня подборка отличных военных фильмов. Субтитры добавил DimaTorzok Первый. Человек, которого никогда не было. 1955 год. Великобритания, США. Режиссер Роналд Ним в ролях Клифтон Уэбб, Глория Грэм, Роберт Флеминг. Продолжительность 1 час 43 минуты. Этот фильм я хочу вам именно представить. Мне попалась одна из редких жемчужин кинематографа, а их очень непросто найти. Потрясает, с какой тщательностью снят фильм. Вплоть до каждой мелочи. Вы просто погружаетесь в планирование и разработку сложнейшей секретной операции и шпионские игры, где выиграет тот, кто окажется умнее и хитрее. Это невероятный фильм. Ничего подобного сейчас в современных фильмах вы не встретите. Так что очень рекомендую посмотреть. К тому же этот фильм основан на реальных событиях и это не просто слова. Это экранизация книги Юэна Монтегю, участника этих событий. В 1943 году для союзников после победы над фашистами в Египте важно высадиться на Сицилию. Немцы, зная это, держат там значительные силы. Чтобы заставить их ослабить свою оборону, командование военно-морской разведки Великобритании поручает лейтенант-командору Юэна Монтегю и командиру эскадрильи Чарльзу Чалмандалею разработать операцию по дезинформации немцев. И они придумывают невероятную по сложности и гениальности идею. Выбросить на берег Испании труп, одетый как британский офицер, с поддельными документами, раскрывающими планы вторжения союзников в Грецию. Расчет был на то, что если документы попадут к немцам, и если они в это поверят, им придется перенаправить часть своих войск в Грецию, что усилит шансы на победу союзников в Сицилии. Я рассказала предысторию, но фильм надо смотреть. Это надо видеть. Словами это не описать. Так что посмотрите, и вы поймете, о чем я говорю. Это безусловный шедевр. Второй. Уцелевший. 2013 год. США. Великобритания. Режиссер Питер Берг. В ролях Марк Уолберг, Тейлор Китч, Эмиль Хирш. Продолжительность 1 час 56 минут. Итак, перемещаемся на поля сражений в Афганистане. Этот фильм крут, как боевик. Отличнейшие съемки боев. И фильм мне напомнил о моей любимой Call of Duty. Я любитель шутеров, и это как раз по мне жестоко и очень нереалистично. Один из лучших военных фильмов. 2005 год. Группе морских котиков поручено ликвидировать лидера талибов Ахмад Шаха. В ходе операции «Красные крылья». Отряд забрасывается в место назначения, но в хорошо спланированную операцию вмешивается случай. Пастухи со стадом коз оказались не в том месте и не в то время. И, казалось бы, идеальная операция превращается в гонку на выживание «Нескольких человек против большого количества боевиков Талибана». Захватывающе и невероятно реалистично. Третий. Переводчик. 2023 год. Великобритания, Испания, США. Режиссер Гай Ричи. В ролях Джейк Джилленхол. Дар Салим. Джонни Ли Миллер. Продолжительность 2 часа 3 минуты. Кто-то говорит, что этот фильм совсем не в стиле Гай Ричи. Наверное, это так. Но по мне, фильм отличный. И, кстати, он как раз подходит для просмотра после фильма «Уцелевший». Получается этакое продолжение. И у вас выходит целых 4 часа просмотра отличного кино про войну в Афганистане. Джон Кинли, сержант, командующий подразделением в Афганистане, выполняющим различные разведывательные миссии по местонахождению талибов. Джон считает, что нужно расширить область поиска. Его начальник, полковник Вокс соглашается и дает Джону и его подразделению свободу действий. В то же время в отряде появляется новый переводчик Ахмед, который имеет репутацию преданного делу, но не всегда ладящего с командирами отрядов. Но Джон быстро находит с ним общий язык. Во время очередной операции отряд попадает в засаду. Выживают только Кинли и Ахмед. Но Кинли тяжело ранен, и Ахмед, используя свое знание местности и невероятное мужество, пытается добраться вместе с ним на военную базу через территорию, подконтрольную талибом. На сегодня все. Смотрите мой плейлист. У меня огромное количество классных фильмов. Подписывайтесь на канал и до встречи.